Сотни тысяч камчатцев еще оставались живы. Патрули на улицах не расстреливали нарушителей режима самоизоляции. А газета «Камчатский Вестник» 14 сентября 1918 года опубликовала стихотворение к делегатам 2-го Камчатского областного съезда, подписанное инициалами ИДГ. Делайте дело, строительство края. Края в холодном и северном море. Дружно работайте, с болью взирая на бесконечное русское горе. В это ненастное грозное время в поисках хлеба, порядка и воли честно разделим тяжелое бремя, падшее нашей отчизны на долю. Помните, вашей работой большой можете дать нам полезного много, сделать Камчатку культурной страною, вывести край на большую дорогу. В дни, когда родина бьется в страданиях, в дни, когда слышатся отзвуки тризны, будьте достойны почетного звания граждан свободной, великой отчизны. Вот такие вот стихи были обращены к делегатам Второго Камчатского областного съезда. Напомню, что ни о какой советской, ни о какой большевистской власти в 1918 году на Камчатке еще и речи быть не могло. Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. И сегодня ради контента и ради хайпа я опять покажу ускоренную запись с видеорегистратора. И прокачусь я сегодня от бывшего стадиона «Спартак» до 10-го километра. Давайте начнем смотреть, чем же, собственно говоря, я занимался на улицах столицы Камчатского края, города воинской славы Петропавловска-Камчатского, 10-го апреля 2020-го года. Смотрим. Путь я свой начинаю с улицы Неленинградской. Ныне она называется так. Раньше она называлась Микояновской, когда-то был АКО-городок, а теперь я выезжаю в район КП бывшего контрольного пункта. Удивительно, скажу, забегая заранее, что на этот раз я очень мало попадал под светофоры, да и город достаточно пуст. Несмотря на то, что пятница, режим самоизоляции показал себя во всю ширину. На улицах немного автомобилей, на улицах мало пешеходов. Я спокойно еду по Петропавловску, придерживаясь правого ряда, потому что я люблю ездить медленно, не люблю быстро. Да и вообще, если бы была возможность, если бы я был миллионером, долларовым миллионером, я бы нанял себе водителя и только командовал бы, куда везти. Заворачиваю в сторону, чтобы в районе бывшего сухарного, потом хлебозавода, заехать на заправку, залить очередных несколько десятков литров солярки в бак автоматического мобиля. Завправившись, выдвигаюсь в сторону выезда из города Петропавловска. Поеду я туда через горизонты. Опять занимаю мою любимую первую полосу и не спеша, тихонечко качусь. Качусь потому, что в первые дни после укладки называлось асфальтом, а сейчас называется российской дорогой. Потому как мы все знаем, что в России две беды. Дороги и наша законная исполнительная власть. Тронулись, покатились. Вы обращайте, обращайте внимание на асфальт. Внизу, как он прекрасен. Погода 10 апреля очень нестабильна. Она менялась от срывающегося снежка до палящего солнца. В обычную пятницу на этом отрезке, который вы сейчас видите, я бы стоял в пробке. Но сейчас пробок, в общем-то, не наблюдается. Да вы видите это и сами. Тяжелое небо с облачками и солнце. Обычная камчатская погода. Где-то нужно перейти из первого ряда во второй, чтобы потом не маневрировать в районе кольца выезда из Петропавловска в сторону Елизова, потому как мне нужно на выезде из города выехать на проспект имени Карла Маркса. Тьфу! Вот на этом самом кольце, которое я сейчас проезжаю, я и выеду на проспект экономиста. Почему экономиста? Потому что когда в известной байке ребенок из семьи представителя новой оккупационной власти спросил у бабушки «Бабушка, а Карл Маркс экономист?» «Экономист». «Как наша тетя Циля?» «Ты с ума сошел», сказала бабушка. «Тетя Циля старший экономист». «А я тем временем уже выезжаю на центральную дорогу столицы Камчатского края». Еду мимо Центробанка организации, принадлежащей Америке. Проезжаю мимо Краевой научной библиотеки имени Крашенинникова, куда сейчас попасть невозможно ввиду той же самой самоизоляции и приближаюсь к восьмому километру. Вот тут чуть-чуть пришлось постоять на светофоре. Но это не так страшно. Это не переключаться между первой и второй передачами в пробках. Первая точка моего маршрута продовольственная база в районе я даже не знаю как это назвать то ли стройгородка то ли авангарда то ли девятого километра. Этот район называется по-разному. Авангардом назывался, потому что раньше здесь был дом культуры с таким же названием авангард стройгородком, потому что он был застроен домами Камчатстроя А девятый километр по отсчету от главпочтамта. Вот я уже завернул направо и двигаю в сторону продовольственной базы, на которую я сейчас и заверну. заверну на дальнюю базу справа, а выяду с противоположной базы слева, потому что кусочек записи с регистратора мы пропускаем. И опять я движусь в сторону центральной трассы. Следующий пункт моего назначения это большой супермаркет Солнце на 10-м километре на спуске в поселок Маховую. Вот это вот девятый километр, как я уже говорил, то есть до бывшей автостанции остался всего километр и я потихоньку подъезжаю к концу Петропавловска. Хотя официальная черта окончания Петропавловска за 11-м километром заворачиваю в сторону Маховой, заезжаю на территорию большого супермаркета Солнце и сегодняшняя поездка завершена. Вот так вот я показал вам столицу непобедимого Камчатского края во времена атаки коронавируса и во времена самоизоляции 10-го апреля 2020 года. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, если вам нравится время от времени смотреть, как я показываю вам Камчатку. Обязательно пишите комментарии под роликом. А если вы здесь впервые, то имейте в виду, что вот сейчас в правом нижнем углу появилась подсказка. сделайте то, что вам советует она. Кнопочка подписаться из красной стала серой и на ней появилась надпись «Вы подписаны?» Молодцы! Значит, вы не пропустите новые видео на канале. До свидания! Субтитры сделал DimaTorzok